Геннадий Дубовой Геннадий Дубовой Геннадий Дубовой Геннадий Дубовой Многие настаивают на том, что эти люди обмануты, информационно оболванены, и мы их расколдуем, приведем чувства, приводят цитату Гумилева «Поскребите украинца, обнаружите русского» и так далее. Здесь нужно уточнить один момент. Да, есть огромное количество людей с русским мироощущением, по сути оставшихся русскими, которые живут на той территории, которые а. обмануты и б. замаскированы. Они прячут свою русскость, притворяясь украинцами. Но есть и фактор В. Те, кто стал реально другим этносом. Этносом, который полностью на всех уровнях восприятия ситуации является украинским, самым худшим его проявления, в смысле украинским. Это западноевропейский этнос, в очередной раз провожу эту аналогию. Мы сейчас как сербы и хорваты. И те политики, те идеологи, те эксперты и простые граждане, которые пытаются этот простой факт отрицать, они умножают кровь. Я это заявляю со всей ответственностью. Как с этими людьми быть дальше? Это большая проблема. Эту проблему нужно решать, нужно искать методы. Но сделать вид, что все нормально, все хорошо, не такие же русские, как мы, только обманутые, это значит проблему спрятать глубоко, а любая спрятанная проблема потом оборачивается кровью. Вот это для меня был самый главный вывод этой войны. Дело все в том, что работа по перекодированию, по перестраиванию, по превращению русских в нерусских, в особый отдельный отросток, в эту сухую ветвь, в некую украинскую национальную идею, которая идет в противовес России, она действительно очень давно взращивалась. Этот проект совершенно, можно согласиться, автолингерской разведки был подхвачен затем и немцами, и был подхвачен и англосаксами, но до сих пор реализуется. Но, тем не менее, огромное количество тех людей, которые себя ментально считают украинцами, они не согласны с политикой нынешнего Киева, и они хотят только мира, дружбы, полного единения с Россией. И, кстати, очень много украинцев, которые себя считают, они и воюют на стороне здесь Донбасса. Я знаю людей, которые остались с села, дома, семьи в оккупации там, что под Луганском, что и под Донецком, и они ушли сюда воевать против хунта. И в составе казачьей гвардии, и в составе ополчения сил, народной милиции Луганска и ополчения Донбасса. То есть, здесь тоже не все так просто. Так, одно другому не противоречит. Речь-то идет о том, что есть те, кто чувствуют себя русскими, даже на уровне рацию, определяя себя как украинцев. Это русские, по сути, малорусы. Они на нашей стороне либо там прячутся до поры до времени. Но есть-то и другие, вот о чем я говорю. У нас складывается такое впечатление после всех этих разговоров, что все они такие же, как и мы, только обмануты. А это вот неправда. Понимаете? Вот это нужно понимать. Что есть уже ядро другого народа. И это не сотня тысяч, это миллионы. Это миллионы, с которыми потом нужно что-то будет делать. Как-то переформатировать это государство таким образом, чтобы они могли жить. Но при этом не были вечным нам противником, не были вечным плацдармом. И оставить их в том государстве, которое мы построим, тоже нельзя. Потому что это будет пятая колонна. Это будет кровь. Проблема есть. Я ее обозначил. Ее нужно решать. Просто пытаться сделать вид, что мы их расколдуем. Мы об этом уже говорили. А рецепт вот этого переформатирования, того, чтобы возвратить эти миллионы людей, которые превращаются вне наших, он есть? И поскольку эту проблему я заявил, то и заявив, нужно будет предложить какие-то решения. Вот сейчас как раз работаю над материалом на эту тему. Вот для вас его и сделаю. В котором будут рассмотрены несколько вариантов решения этой проблемы. Пока озвучивать не хочу. Чтобы раньше времени не убежало. Продолжение следует...